Пока все ждут листинга Hamster Combat и уже глаза сломали о все эти велосипеды и кубики, проект DOCS, который появился гораздо позже Hamster Combat, уже листится на основную криптовалютную биржу через 6 дней. Это OKEX. Биржа заявила, что 20 августа монета получит листинг и ее можно будет продать или купить. Но кроме этого можно отследить ряд транзакций, где DOCS уже идут на такие биржи, как KuCoin, Gate.io, Binance и Bybit. А значит, после официального заявления о KEX, скорее всего, нас ожидает целый водопад заявлений от других криптовалютных бирж. Их команда также объявила, что DOCS еще можно получить до 6 вечера по UTC сегодня. Это около 9 часов вечера по Киеву и Москве. То есть у нас осталось около 7 часов для того, чтобы заклеймить наши монеты. По истечению этого срока получить монеты DOCS будет невозможно. Майнинг будет завершен. Я уже рассказывал тебе о DOCS, когда о них еще никто и не знал. С тех пор о них писали уже везде. В том числе про них упоминал NotCoin, Павел Дуров и основные крупные биржи. Если вы еще не успели забрать свои монеты, сделать это очень просто. Достаточно лишь запустить бот, который проанализирует возраст вашего Telegram аккаунта, за что и раздаст вам монеты. Рекомендую также выполнить как можно больше заданий. Они абсолютно простые. На велосипедах ездить и рекламу смотреть не нужно. С помощью этих заданий можно собрать не менее 50 тысяч монет. Ссылку я оставлю в описании. Переходите и собирайте свои монеты. Также там же вы можете найти ссылку и на биржу OKEX, Bybit и другие. Но по какой цене будут торговаться эти монеты и как мы будем получать airdrop? Получим ли мы все монеты сразу или придется подождать, получая их по порциям, как например PixelSwap? В отличие от PixelVerse, проекта, который обманул сообщество, сказав, что оно получит только 10% airdrop, а остальные 90% будут заблокированы, DOCS официально заявил, что никакой блокировки не будет. Мы получим все монеты мгновенно, как это было с NotCoin. DOCS также заявили, что у них нет инвесторов, которые после листинга могли бы сразу же продавать свои полученные заранее монеты. И они заявили, что весь проект в основном управляется сообществом. В том числе и предложение монет проекта обеспечено сообществом, то есть нами. Проект больше никогда не выпустит новые монеты в предложение. То есть количество DOCS будет ограничено. Поэтому очень хорошо, что люди еще не заработали миллионы и даже миллиарды DOCS. Например, в TabSwap и тем более в Hamster Combat у людей уже миллионы и миллиарды монет. Тем временем миллионеров DOCS всего лишь 160 человек и с более чем 40 миллионов холдеров. Это очень-очень небольшая доля процента. И это значит, что на длинной дистанции, если будет спрос, цена должна будет расти. Так как предложение монет ограничено. Теперь самый главный вопрос. Сколько может стоить одна монета? Сейчас на бирже OKEX на премаркете цена одной монеты составляет 0,01 доллара. Вот это прыжок на новостях о листинге. Если вы перешли в Telegram-бот и выполнили все задания, вы получили около 30-50 тысяч монет. Это минимум 300 долларов по текущему курсу. Конечно, точная цена может отличаться. Она станет известна тогда, когда монета залистится. И уже не на премаркете. Мы видим, что в списке заданий DOCS есть пункты о том, что мы должны подписаться на Binance, Telegram Durova и Notcoin. Очевидно, что существует партнерство с крупными биржами и крупными фигурами в криптовалюте. Там, где Hamster Combat приносит сторонние игры с кучей рекламы, DoggyCoin предлагает партнерство с крупными биржами. Так что мы можем увидеть его листинг и на Binance, и на Bybit. При этом, если листинг DOCS будет успешным, мы можем увидеть рост цены как на саму монету Telegram Tone, так и на MemeCoin, связанные с собаками, особенно на Solana. Потому что активность в блокчейне Tone и Solana сильно вырастет после запуска проекта. Теперь еще один важный вопрос, который интересует многих людей. Здесь вы видите задание, в котором нужно совершить транзакцию Tone. Нужно ли это делать? На самом деле, это не так уж и необходимо. Кто-то говорит, что без этого вы не сможете получить дроп. На самом деле, это не нужно делать для получения дропа. Это нужно делать только в случае, если вы хотите заработать дополнительные монеты. Если у вас есть в кошельке монеты Tone, можете выполнить это задание. Также, скорее всего, во время фактического аирдропа вам понадобится небольшой кусочек Tone, буквально 0,05 тона, чтобы оплатить газ в сети Tone. Это как при торговле MemeCoin'ами на Solana. Вы платите комиссии в сети Solana за каждую транзакцию. Если у вас нет Tone или вы не можете их купить, в своем Telegram канале я решил разыграть 10 Tone. Условия конкурса простые. Перейти в Telegram канал по ссылке, подписаться, поставить лайк под пост и написать в комментариях что-то вроде «участвую» плюс свой адрес Tone. Через неделю я выберу 10 человек с помощью рандомайзера и каждому отправлю 1 тон. Ссылка на Telegram в описании. Итак, сегодня последний день, чтобы получить свои монеты. Буквально последние часы. Так что переходите по ссылкам в описании, забирайте свои монеты, регистрируйтесь на бирже, чтобы иметь возможность продать доксы и переходите в Telegram канал для участия в розыгрыше. Также я хочу предупредить вас, что нехорошие люди уже пытаются скамить сообщества криптонов, которые и так уже настрадались от мошенничества. Например, они создают Telegram боты а-ля Dox AirDrop, где вас просят обязательно внести как можно больше тонов на свой кошелек. Якобы от этого зависит размер вашего аэрдропа. Затем вас просят подключить этот кошелек к этому боту и ждать мифической раздачи монет. На самом деле у вас просто-напросто уведут все ваши тонны. Так что будьте очень-очень осторожны. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok